Друзья, всем привет! Сегодня вот такая вот гора посылочек. Это опять прорвало таможню. С 20-го, большинство из этих посылок с 20-го, 23-го числа прибыли на таможню. И вот с таможни только сегодня я их получил. Сегодня у нас 7 ноября. Сейчас мы их распакуем и мы посмотрим. Одна только посылка. Все посылки в Gearbest. Одна только посылка. Вот это ремень с Алиэкспресса. У меня испортился ремень, порвался и осталась только бляха. И мне она так нравится, поэтому я заказал только сам ремень без бляшки. Давайте сразу на него и посмотрим. По-моему, 130 сантиметров я его заказывал. Ух ты! Вот в такой вот, в таком мешочке замшевый мешочек такой на ощупь очень приятный. Бумажечка вот такая вот. Как пользоваться? Отсканировать можно. А, ну поставьте нам 5 лайков. Ну, сделано, конечно, все красиво. Покупал я не помню, за сколько будет в описании. Ссылка. Обычный ремень в пакете. Качество неплохо. Да, замерил размер. Ровно, сейчас попробую вам показать, ровно 130 сантиметров он. То есть, ну, там у меня несколько миллиметров меньше. Вот. Качество хорошее. Могу советовать продавец там хорошие отзывы. С Алиэкспресса брал этот ремень. Давайте я уберу эту пленку. Вот, еще раз посмотрим. Прошит хорошо. 130 это я взял с запасом. Мне обернуться хватит два раза. Ну, не два раза, а, ну, как раз. Сейчас. Вот, получается, вот такойчик больше запас был. 130. У меня, по-моему, 94 обхват талии. Вот, я так понимаю, размер тут написано. 1300 миллиметров. Ну, и теперь можно приступить к Алиэкспрессовским посылкам. Давайте мы их все вначале распакуем. Субтитры сделал DimaTorzok итак, вроде все. Давайте смотреть. Первое, это кабель Original Accessories. Ну, такой тоненький кабель. Что-то Old Shark написано. Видно. Такой для пальцев есть здесь выемочка. Он тоньше, чем обычный оригинальный кабель. Ну, давайте замеры мы сделаем. Длина у него 1,80 м. Я померил. Давайте его отложим. Посмотрим сразу M1 магнитный кабель. У меня уже был магнитный кабель. Покупал его на GearBest. Но через месяц использования он перестал заряжать что-либо. Поэтому я как бы долгое время ничего не покупал. Тот кабель я покупал что-то около 6 или 7 долларов за него. И долго не брал это баловство, потому что как-то и нужды не было. Ну и сейчас по акции решил все-таки взять себе магнитный кабель. Давайте посмотрим на него. Вот это выглядит так. он закрыт пленочкой. Давайте на клейку посмотрим. Меленькая. Как у Xiaomi M1 магнитный кабель M1 Такой красивый. То есть он такой же по толщине как и этот Old Shark. Нет, немножко толще чем Old Shark. Вот. Ну а по длине он один метр. Всего один метр. Тоже замеры его сделаем чуть. Итак, для тестов взяли вот такую вот зарядку, которая дает 2 ампера топ к фирмы. Вот. Покупал ее на Алиэкспрессе. Сейчас мы попробуем вначале спиду кабель коротенький кабель. Посмотрим сколько он будет выдавать. Подключаем наш тестер. вот стыкаем его в розетку. Тестер начал отображать. И подопытным будет у нас выступать такой телефон Samsung. Он 0.35 по-моему ампера заряжается. так как вот так вот все пошла зарядка ага 0.40 ампер надеюсь видно хорошо это кабель спиду и теперь давайте возьмем вначале магнитный кабель вставляем вставляем эту штуку я ее уже вставлял очень тяжело она достается ее без ногтей вообще достать нереально я пытался ножичком подковернуть и отрезал кусок телефона поэтому вот она немножко так торчит но если телефон чехле допустим оно будет заподлицом берем оставшуюся часть давайте подключаем смотрим 0.40 ампер 0.40 0.41 давайте попробуем другой стороной 0.40 0.40 ампер четко вот поэтому кабель хороший то есть пол ампера я уверен если взять другой телефон у меня просто нет другого чтобы поснимать можно было вот уверен пол ампера выдаст как бы да то есть то что нужно большинству телефонов для нормальной зарядки нагрузок у меня тоже нету проверить ну как бы для обычных целей будет достаточно ну и давайте теперь посмотрим кабель old shark и так магнитный кабель работает но я снял когда пытался достать в очередной раз снял вот эту вот ободочек с магнитом он как бы одевается обратно ну его нужно будет дополнительно посадить на клей или что-нибудь чтобы он так просто не снимался ну и последний подопытный кабель old shark старая акула пошла зарядка 0.39 0.40 ампера 4.86 вольта вот в принципе все кабеля хорошие рабочие все отлично вот как-то так далее браслетик для ми бенда вот такой вот для второго неприятный нам такой жестковатый на ощупь браслетик то есть у сяоми мягенький приятный на ощупь оригинальный браслет здесь такой более жесткий пластик ну или силикон вот здесь мягкая вот здесь как раз может тут переломиться ну посмотрим как будут эксплуатации как выглядит ми-бен будет я вставлю фотографию когда уже оденем уже нет вот еще идут несколько штук поэтому будет ей из чего выбрать так дальше свисточки заказал я их получается два в одну корзину можно было заказывать наверное больше вот типа мальчику и девочке свисточки такие обычные металлические белочки ну и давайте послушаем как свистит нифига не свистит чисто декоративный не работают свистки почему они не свистят непонятно тут какая-то штука давайте попробуем вторые ну получается это чисто брелки без функции свистка а вот этот вот засвистел получается один только вот этот вот из четырех свистков из двух наборов только один свистящий вот этот ну и тоже так свистит очень неважно я бы сказал так откладываем далее уже видели мы эти два gps на брелка которые на ключи нужно вешать если теряете ключи далее у нас ручка и что у нас давайте посмотрим очки защитные защитные очки тоже были по распродаже 1$ из раздела 1$ я их покупал сделаны неплохо то есть это если там взял именно такого цвета там несколько разных цветов было вот сделаны неплохо ну допустим если что-то там гвоздик бить или в потолок или куда-то чтобы не сыпалось можно попробовать как бы я для этих целей брал защитные очки ну наверное можно еще куда-то применить сделаны прикольно сейчас померяем видно в них хорошо немного желтит мягкая то есть когда к лицу приложил мягенько все удобно резинка растягивается то есть можно ее удлинить поэтому или нельзя да можно удлинить вот так выглядят они и я думал за счет того что они блестящие их будет плохо видно при плохом освещении будет нет отлично все видно но и немножко оно конечно темнит но отлично видно и если я думаю на свету на улице если вы ремонтируете что-то чтобы вам не попало в глаза и как раз от солнца защита нормально отлично вообще я смотрю немножко они так выглядят конечно не важно на моем лице вот ну положить рядом с молотком допустим дома в хозяйстве на всякий случай можно использовать и напоследок последняя вещь это тренога у меня есть дома тренога таких у меня несколько вот но недавно я снимал дома видео и у меня в одной треноге отломалась сейчас я вам покажу выпала просто ножка металлической треноги вот у меня несколько вариантов вот такой вот есть который гнется куда угодно вот такой и такой точно такой только с металлическими ножками у меня дома и вот эта выдвижная ножка у меня просто выпала то есть треснула вот здесь металл треснул здесь это пластик скорее всего алюминий вот эта ножка алюминия ну в общем разломилась вот здесь ножка и выпала вот эта выдвижная штучка и получается у меня трехногая тренога досталась дома и я решил купить вот такую вот дома чтобы можно было поставить погнуть эти две я использую здесь для обзоров вот так вот гнется в любые стороны и так эту треногу тоже не советую потому что пока я ее ровнял выломалась вот здесь пластиковая ножка разломалась вот она была тут как-то так вот я буквально вот так сделал и она треснула и выпала вот походу и вторая выпала давайте уже раз такая пьянка третью сломаю третья не хочет ломаться ладно вот в общем треногу советовать не могу вначале она мне понравилась вот ну а теперь это просто кусочек хлама ну вот вот эта штучка рабочая вроде нормальная куда-то куда-то применим на этом у меня все ставьте лайки подписывайтесь до новых встреч и удачных подкупок удачных